Как вы думаете, если бы Хамзат Чимаев сказал бы вот эту вот свою речь, я прошу тебя, отправь меня, дай мне оружие и отправь меня в Китай защищать наших братьев уйгуров, какова была бы реакция? Произнес ли бы он вообще такую речь? Посмел бы он ее произнести? Нет, конечно. А какая разница между китайскими мусульманами и мусульманами Палестиной, как вы думаете? Правильно, огромная разница в том, что... Посмотрите даже на эту речь Хамзата Чимаева после его победы. Произносит целую такую радостную речь, а затем на чеченском языке он говорит, вы же знаете, говорит чеченцы, что выступать здесь в шортах, типа драться, это не то, для чего меня воспитывали, это не то, чему я рад. Понимаете? Абсолютно для разной аудитории он произносит разную речь. Наблюдаю такую очень подозрительную тенденцию, когда у молодежи, это, кстати, молодежь, это непосредственно к вам, молодежь в Чечне особенно. Создается сейчас такое ложное впечатление у вас, в первую очередь, того, что якобы по вопросу Израиля-Палестинского конфликта, событий в Газе, можно говорить все, что угодно, можно свободно, живя в Чечне, высказывать свою позицию по этому поводу. Даже проситься, чтобы вас отправили в Газу, якобы воевать там, защищать там палестинцев. И что, типа, это, в принципе, никак не последуется законам, что это, точнее, властью говорить о законе тут не приходится. Что якобы власть это одобряет, они на это смотрят, в принципе, положительно. И даже с очень таких популярных трибун мы видим, что высказываются подобные вещи. Вчера, например, на турнире UFC в Арабских Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, Хамза Чимаев после своей победы целую речь произнес. И на чеченском языке обратился к Рамзану Кадырову, признался ему в своем уважении, в респекте, сказал, что он присягнул ему, дал ему присягу. И попросил его дать ему оружие и отправить его в Палестину, якобы воевать, защищать там палестинцев. И вот, когда вы подобное видите, если это делается публично на весь мир, он это на весь мир сказал, весь мир смотрит, наблюдает за этими боями UFC. Да, он это сказал на чеченском языке, но, естественно, это все будет переведено, все об этом узнают. И если вот так вот это можно говорить, то у вас, конечно, может возникнуть ложная уверенность в том, что за это ничего не будет, что так и надо, что власть, в принципе, на это смотрит нормально, власть российская в Чечне. Но проблема в том, что вы должны помнить, что в Украине сейчас идет война. Россия воюет там, Россия вторглась в Украину, и официальная позиция российской власти, в Чечне в том числе, устами муфтия, лжемуфтия Чечни и устами этого своего российского наместника Рамзана Кадырова, они говорят, они называют это джихадом, священной войной, якобы если вы погибаете в войне против украинцев, находясь в рядах российской армии, что вы попадете в рай, что это та самая смерть, о которой все мечтают. Но при этом сами, не сами эти чиновники российские, Кадыров, Межир и прочие, не их ближайшие родственники, их дети, никто туда не спешит отправиться, чтобы погибнуть. И вот, когда вы, посчитав, что в принципе можно высказывать что-то такое в отношении событий в Палестине, вы начинаете постить что-то, вы начинаете ставить статусы у себя в Инстаграм, в Телеграм, там еще где-то, в Инстаграм, просясь там, да, как, например, это сделал Чимаев, например, на это поле боя, вы помните о том, что, скорее всего, вас всех выявят, дадут вам еще, подогреют вас вот этой вот ложной уверенностью в том, что действительно ничего не будет, мы все эту тему поддерживаем. Затем вас всех соберут и скажут, так, ребята, вы хотели повоевать, у нас есть место, где вы сможете это сделать. Вы хотели воевать с Израилем, вам скажут, вот есть Украина, которая поддержала Израиль. Воевать с украинцами то же самое, что воевать с Израилем. Понимаете, как там будет работать пропаганда? И вас просто отвезут в Украину и скажут, давайте вот здесь вот, вы хотели повоевать, воюйте здесь. Поэтому не глупите, не глупите. У нас уже, мы уже проходили ведь этап вот этой ложной уверенности, когда все думали, что все, можно и постить, и говорить, и ехать. Это было 14-15-е годы, когда неопытная молодежь с горячей кровью, люди, которые с учетом и юношеского максимализма пытаются там где-то... В общем, это та категория людей, которая для власти, она является опасной. И она всегда, ее пытаются выявить, и либо ее ликвидировать, либо использовать ее в своих интересах. Поэтому тогда мы помним, как этих людей выявили, отправили и практически всех уничтожили. 14-15-е годы, вы наверняка знаете, какие события были. За это время опять подросло целое поколение, молодежь, которые тогда были подростками, сейчас это уже юноши, и вот сейчас вас создают опять это мнение о том, что якобы можно сейчас высказать нечто подобное, дадут вам всем высказаться, и затем всех вас отправят на убой воевать с украинцами. Вы должны помнить, что разговоры с трибун, с рингов UFC, о том, что якобы там отправьте, пожалуйста, меня, отправь меня падежа в Палестину, что эти разговоры, они допускаются только с учетом вот этой политической игры на большой доске мировой арены. Понимаете? С учетом интересов. Как вы думаете, если бы Хамзат Чимаев сказал бы вот эту вот свою речь не про Палестину, а, например, про мусульман Китая, про уйгуров, угнетаемых Китая, вот если бы он сказал, падежах, я тебе присягаю, пока там своей поддержкой сражаться здесь на ринге нет никаких проблем, я прошу тебя, отправь меня, дай мне оружие и отправь меня в Китай защищать наших братьев уйгуров, воевать с китайцами. Вот представьте, если бы он вот такую речь произнес, как вы думаете, какова была бы реакция? Произнес ли бы он вообще такую речь? Посмел бы он ее произнести? Нет, конечно. А какая разница между китайскими мусульманами и мусульманами Палестины, как вы думаете? Правильно, огромная. Разница в том, что Россия поддерживает угнетение, убийство мусульман в Китае, называя это борьбой с терроризмом. А убийство и угнетение мусульман в Палестине, они это не поддерживают, потому что Израиль является союзником стратегических врагов России. Понимаете? Все дело в этой политической игре, на этой доске мира. Вот она вся разница между этими мусульманами. Поэтому этот момент надо учитывать. Надо помнить о том, что вот эта речь с трибуны UFC, было дозволено ее произнести не из соображений того, что там братья, не из соображений каких-то аятов Урана и Сунны. Нет, не из этого. А только лишь из-за интересов в этой большой стратегической политической игре. И поэтому вы можете сказать, ну, значит, это момент, когда вот это можно. Это то, что вы считаете, что сейчас можно, завтра может стать нельзя. Понимаете? Я очень хорошо помню, как Аптил Лаудинов, более известный по прозвищу «Желтые штанишки», я помню, как он у себя в Инстаграм, это где-то, может, 13-й год, я точно не знаю, какой год, у себя в Инстаграм опубликовал пост с таким текстом. Сегодня наши братья в Ираке захватили в плен судью, вынесшего приговор Саддаму Хусейну. Это были игиловцы, понимаете? Он радовался тому, что игиловцы взяли в плен судью, вынесшего приговор Саддаму Хусейну, и называл их «нашими братьями». Наверное, не нужно напоминать, как их называли после этого. То есть, вот это, как только там, в Кремле, решат, что теперь наши друзья другие, то те, чьи жизни имели значение, кто был угнетаем, кого убивали безвинно, превратятся в террористов, экстремистов, которых можно убивать, можно и нужно, даже нужно убивать, уничтожать, потому что они преступники, опасные для человечества. Поэтому будьте, пожалуйста, благоразумны, не спешите, не поступайте вот так вот на обум вот эти вот свои эмоции, остудите. Сейчас очень серьезно идет информационная война. Она гораздо шире идет, чем реальная война на территории Газа или Украины. Информационная война идет вообще беспощадно. И очень много таких душераздирающих кадров специально вам показывают, чтобы разбудить вас эти эмоции, чтобы вы под этими эмоциями сделали какие-то необдуманные действия или сказали, что-то написали, а потом вас взять за это, за эти ваши действия или за эти ваши слова и пустить на убой. Будьте осторожны. Вы должны помнить, что спортсмены, политики, различные, ну, многие актеры, это люди, которые говорят и делают то, что от них ждут. Либо их хозяева, либо их электора, в зависимости от стран, от местности. Там, где есть реально выборы, допустим, политики делают то, что нужно избирателю, то, что приятно избирателю. Там, где есть спортсмены, они делают то, что нужно тем, кто им платит. Там, где актеры зависят от власти, они делают то, что угодно власти, говорят то, что хочет услышать от власти. Поэтому посмотрите даже на эту речь Хамзата Чемаева после его победы. Вы, наверное, наверняка большинство из вас слышало только ту речь, которую он произнес на чеченском языке. Вы посмотрите полностью речь, которую он до этого произносит на английском языке. Там несложно будет понять. И он говорит сначала на английском языке, что я делаю тут свою работу, я тебе просто делаю деньги, я очень рад здесь. Он благодарит Дану Уайта, различных людей, приехавших его поддержать, этого знаменитого футболиста, который из Швеции. В общем, произносит целую такую речь, радостную речь. А затем на чеченском языке он говорит, вы же знаете, говорит, чеченцы, что выступать здесь в шортах, драться, это не то, для чего меня воспитывали, это не то, чему я рад. Понимаете, абсолютно для разной аудитории он произносит разную речь. Для англоязычной аудитории, для зрителей UFC, но благодаря которым этот вид спорта или шоу является популярным, благодаря чему он зарабатывает, он произносит речь, которая приятна им, которую они хотят услышать. Он говорит, я здесь для того, чтобы вас радовать, я делаю свою работу, это я счастлив и так далее, я благодарю вот этих тех. А потом для чеченцев он произносит ту речь, которую приятно слышать чеченцам. Он говорит, я здесь, меня ведь не для того воспитывали, чтобы я здесь в шортах, значит, дрался. Он понимает, что сейчас самая больная такая тема – это события в Газии. Он понимает, что наши взоры устремлены туда, что наши сердца болят за этих ежедневно уничтожаемых там наших братьев, сестер, обычных палестинцев. Я сейчас не говорю про различные политические силы или какие-то экстремистские или иные организации. Я говорю про простых мусульман, про палестинцев, про женщин, детей, которых ежедневно там уничтожают сотнями. Мы все смотрим это, мы видим эти видео с убитыми детьми, с убитыми людьми, как их достают из-под завалов. Очень тяжелый кадр. Он понимает, что мы все, наши взоры туда устремлены. Поэтому он начинает произносить вот эту вот речь. Для молодежи это может стать таким триггером, когда они, ну не только может, а становится даже триггером. И они начинают думать, что они тоже должны нечто подобное сказать или сделать. А вас потом потихоньку выявляют, берут, сажают в Уралы, погружают в самолет ИУ-76 и отправляют в зону СВО. И говорят, вы же хотели воевать? У вас болит сердце за мусульман? Вот здесь, в Украине, мы защищаем интересы мусульман, вам говорят. Кремлевские пропагандисты. Кремлевские власти. Вот здесь, они говорят, происходит священная война. Давайте вот здесь вот и воюйте. И вам не дадут шанса сказать, нет, мы не этого хотели. Мы что-то там перепутали на эмоциях, что-то вы сказали. Вам ведь не дадут этого сделать. Вам скажут, быстро пошли. Поэтому будьте осторожны. Не совершайте глупости. Сегодня в мире происходят очень глобальные события. Мы с вами, на наше с вами поколение пришлось очень много и так событий, которых мы видели. В принципе, всегда на каждое, наверное, поколение приходится, особенно для чеченцев, где трагические события. Но на наше поколение пришлось так много событий и внутри чеченских, локальных и мировых, что навряд ли, наверное, какое-то другое поколение столько видело. И я думаю, что дальше будет еще больше. И вот эта глобальная, мировая сегодняшняя игра, она, возможно, все больше и больше будет набирать обороты, скорее всего. И мы с вами станем свидетелями еще многих кровавых, возможно, событий. Поэтому не нужно на эмоциях делать какие-то поспешные вещи. Будьте трезвы. И помните, что вам не просто так это все показывают. Не просто так пытаются вас вывести на какие-то эмоции, на то, чтобы вы там что-то сказали. Все это имеет какой-то смысл. Это делается с определенными целями. Поэтому будьте осторожны. Посмотрели речь Чимаева? Задайтесь вопросом, почему? Почему это позволено сейчас? Почему это не было позволено, когда угнетали, до сих пор угнетают мусульман, уйгуров? Почему Хамзату Чимаеву не позволено говорить о чеченцах угнетаемых? Ежедневно на территории Чечни. Почему нельзя сказать про сотни тысяч уничтоженных чеченцев? Про то, как нас абсолютно преступно вторглись в нашу страну, оккупировали ее и сегодня продолжают нас убивать с именем закона Российской Федерации. Почему об этом нельзя говорить? Как вы думаете? Почему, как вы думаете, один спортсмен, стоя на трибуне UFC, говорит про то, что отправьте меня в Палестину, дай мне оружие, отправь меня в Палестину, я буду защищать мусульман. А другого спортсмена в это же время, Ильяс Якубов, или Якуб Ильясов, как-то так зовут, менее популярный, но такой, ну достаточно, в общем, популярный как минимум в России. Его задерживают в российском, в московском аэропорту за то, что он где-то выложил ролик, где он тренируется под какой-то монолог Шамиля Басаева. Он наложил, понимаете, просто на это видео, наложил монолог Шамиля Басаева. Его сейчас задержали по статье призывы к терроризму, что-то там, оправдание терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Понимаете, вот два спортсмена, две ситуации. Этот призывает, говорит, отправь меня, я хочу там воевать, убивать. А этот просто выкладывает видео с речью Шамиля Басаева. Не знаю, какая имя. Вот они, два события. А здесь, ведь Шамиль Басаев наверняка говорил, да, про события в Чечне. Вообще в целом это связано с событиями в Чечне, с убийством мусульман российской армии в Чечне. Здесь Чимаев говорит про события в Газе, про убийство мусульман Газы армией Израиля. Здесь за то, что этот просит его туда отправить, ничего не происходит с ним. Наоборот, это поощряется, ему еще гильдваген сегодня дарят. А здесь человека сажают и, скорее всего, осудят. Он получит реальный срок лишения свободы, потому что речь Шамиля Басаева для России неприемлема. Вот она и вся суть этих речей, этих действий. Помните об этом, не свешите, будьте очень осторожны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»